Новый год радость несет. 1 января 2020 года в Фокина появились на свет двое малышей. Со счастливым событием семьи поздравил глава городского округа Александр Баранов. Торжественное мероприятие, имя наречения, состоялось в Фокинском отделе записи актов гражданского состояния при участии друзей, коллег и родственников молодых родителей. Новогодние подарки бывают разные, большие, блестящие, символические и просто сувенирные, а случаются и совершенно удивительные. Поистине новогоднее чудо произошло в двух фокинских семьях. 1 января 2020 года в роддоме Фокина появились на свет сразу двое малышей, точнее малышек. Власти города не могли пройти мимо столь знаменательного, радостного для всех события. Во время регистрации новорожденных в городском отделе ЗАГСа глава округа Александр Баранов поздравил молодые семьи Ширеевых и Шентаевых с пополнением. Хорошо, что у нас год, как говорится, год високосни, и начались очень хорошие события. У нас в первый же год, в первый же день родились детки. Это хороший знак, что город будет прирастать. И что положительно, у нас город по количеству населения стоит, как всегда, на хороших позициях. И постоянно, не очень быстро, но прирастает. Вы свой клад вынесли. То есть, я надеюсь, что в этом году у нас прирост будет больше, чем в прошлом году. В прошлом году еще 32 человека пошло. Но я думаю, в этом году мы вдвое увеличим. Ну а дальше, я надеюсь, что вы на этом деле не остановитесь, так сказать. Живите и пополняйте, как говорится, наше население. Мы будем стараться, чтобы жизнь была комфортной. Особенную церемонию именно речения сотрудники городского ЗАГСа проводят по желанию родителей новорожденного. Современный обряд проходит при участии родственников и друзей, виновников торжества. К мероприятию тщательно готовятся индивидуальные сценарии, продумывая до мельчайших деталей. В ходе церемонии молодым мамам, как хранительницам семьи, поручили особую миссию – зажечь огонь символического семейного очага. Главным лицам ячейки общества отцам семейства доверили получить важные государственные документы – свидетельства о рождении дочек. Начальник отдела ЗАГС Светлана Гончарук, поздравляя родителей и вручая небольшие подарки, пожелала мамам и папам сил и терпения, сердечной доброты и любви, а малышам – здоровья и счастья. С этой минуты у вас, дорогие родители, возникают, появляются права и обязанности перед детьми и перед государством за достойное воспитание своих малышей и граждан нашей Российской Федерации. Рождение ребенка всегда долгожданное и вместе с тем тревожное и волнующее событие. Долгие месяцы ожидания и, наконец, счастье – появление младенца на свет, после чего жизнь семьи наполняется новым смыслом и содержанием – большими радостями и, конечно, заботами. Что именно первого мы не ожидали. Мы Новый год отметили и поехали рожать. Первый ребенок. Да, первый ребенок, долгожданный, любимый, запланированный. Мы счастливы, довольны. Сейчас домой поедем обратно, уже со свидетельством о рождении. Мы полноценные гражданинки Российской Федерации. У нас тоже долгожданные дети. Мы приехали из города Саратова, Саратской области, с селом Александровкаев. Мы тут уже пятый год, муж у нас военнослужащий. Родилась она 1 января, 17-20 вечера. Мы самые первые родились в роддоме. Примечательно, что в обеих семьях имена для своих красавиц-дочек выбирали гордые отцы. В итоге малышки получили красивые звучные имена Варвары и Алина. Несмотря на то, что крошкам исполнилось всего 10 дней от роду, близкие родственники уже загадывают, какими девочки вырастут и как сложится их будущее. Ну, каждый желает, чтобы счастье было умненькое, было здоровенькое, получил образование. Ну, каждый, как родители все. У меня уже четвертый правнук. Поэтому очень довольны, очень рады, что у нас пока живы-здоровы и все здоровы. Еще мы пока в своем уме очень довольны. И спасибо администрации, что так торжественно. 31-го часа, конечно, когда пробили куранты, и еще наша Варварочка не родилась. Пробили. Мы так рады были, хлопали, что год прошел. Начинается первый Новый год. И все, и первое часа родила как надо. Торжественная регистрация новорожденных жителей города Фокина – давняя и добрая традиция. Сотрудники отдела записи актов гражданского состояния стараются сделать каждое мероприятие незабываемым семейным праздником. Подобные торжества, по мнению специалистов ЗАГСа, служат укреплению семьи и брака, улучшают демографическую ситуацию в городском округе. Для нас это очень волнительный и трогательный момент. Все-таки это такая радость. Ну и, как бы, я думаю, со стороны родителей, как бы, это им тоже на будущее очень важно, что поздравляет и глава, вручает какие-то подарки. Я думаю, что это и для будущей семьи очень важно. Для проведения торжественного именно речения родителям ребенка нужно обратиться в городской отдел ЗАГС, заранее обговорить со специалистами детали мероприятия, уточнить музыкальное сопровождение и другие обрядовые элементы. Сделайте из рождения своего малыша замечательный семейный праздник в современных традициях.